Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. В предыдущих видео мы уже рассматривали, что такое Рейд, как собрать компьютер для Рейд и как его создать с помощью BIOS материнской платы. В этом же видео я покажу как создать Рейд в операционной системе Windows Server. Создать программный Рейд Windows Server очень просто. Для начала нужно определить какой тип вам нужен, затем убедиться в наличии нужного количества дисков для этого типа. После этого можно приступать к созданию. Я покажу как создать Рейд 5. Создание других типов по сути такое же и имеет небольшие отличия. Так что этот пример является универсальным. Открываем управление дисками, кликаем правой кнопкой мыши по меню пуск и выбираем этот пункт из меню списка. Средствами системы можно создать Рейд 0, чередующийся том, Рейд 1, зеркальный, Рейд 5 и J-Bot. Чтобы создать нужный нам тип Рейд в управлении дисками, кликаем правой кнопкой мыши по одному из доступных неразмеченных дисков и выбираем необходимый тип. Здесь жмем Далее. Добавляем все нужные диски. Далее. Назначаем букву к новому тому и форматируем его. Готово. После закрытия мастера появится сообщение, что необходимо преобразовать диски и что вся информация будет безвозвратно удалена. Поскольку в нашем примере диски пустые, нажимаем Да. Если у вас на дисках хранится нужная вам информация, ее необходимо предварительно сохранить где-то в другом месте. После преобразования и создания Рейд 5 на дисках запустится процесс ресинхронизации. Продолжительность этого процесса зависит от объема дисков. Он довольно длительный. По окончанию ресинхронизации мы получаем наш Рейд. Такой же способ создания Рейд есть и в операционной системе Windows 10. Или же можно создать его через управление дисковыми пространствами. Детальнее о том, как создать программный Рейд Windows 10 смотрите в другом нашем видео. Ссылку я оставлю в описании. Также есть специальные утилиты, которые помогают создавать и обслуживать Рейд. К примеру, утилита технология хранения Intel Rapid. Ссылку на утилиту оставлю под видео. Скачиваем, устанавливаем и запускаем приложение. Здесь, как видите, представлены следующие вкладки. Состояние. Показывать состояние работы системы и ваших дисков. Следующая вкладка Создать позволит собрать Рейд из наших дисков. Жмем Создать. Выбираем тип Рейд. Программа дает возможность создать следующие типы. Гибкая защита данных. Рейд 1, 0, 5 и 10. Здесь есть краткое описание каждого типа. Выбираем нужный и жмем Далее. Указываем имя Тома и выбираем диски для массива. Отмечаем все нужные и жмем Далее. Если нужно, установите дополнительные параметры. Размер Тома и размер полосы данных. Далее вы увидите предупреждение, что это действие навсегда удалить существующие данные на следующих дисках. Если у вас на них хранятся важные данные, сперва скопируйте их в другое место. Ставим отметку напротив Продолжить и удалить данные. И жмем Создать Том. Создание Тома выполнено. Но как видите, что перед добавлением любых данных на свой Том, вы должны создать на нем разделы с помощью управления дисками. Открываем управление дисками. И сразу же утилита уведомит, что для того, чтобы диспетчер локальных дисков мог получить к нему доступ, нужно инициализировать диск. Выбираем стиль раздела и жмем ОК. Далее кликаем правой кнопкой по нашему диску и выбираем Создать простой Том. Следуем инструкциям мастера. Готово. RAID готов к использованию. Открыв проводник, вы увидите ваш диск. В программе видно, что диск еще проходит инициализацию. Длительность процесса зависит от объема дисков. С помощью данной утилиты вам проще будет отследить состояние вашего RAID. И если один из дисков выйдет из строя, вы сразу же это увидите. В данной программе легко определить вышедший из строя диск. Сделать это можно по серийному номеру. На каждом диске на наклейке есть его серийный номер. Во вкладке Настройка можно настроить оповещение при любых неисправностях. И даже указать электронный адрес для автоматической отправки следующих оповещений. А также настроить автоматическое перестроение в случае замены вышедшего из строя диска. Настроить автоматическую проверку и исправление ошибок диска в конкретно заданное время. В дополнительных опциях управления можно настроить очистку кэша и режим кэширования. А также проверить и исправить несоответствие данных на томе. Вот так без особых усилий, следуя инструкции, можно создать любой из доступных программных типов RAID в операционной системе Windows Server. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.